Повышение пенсионного возраста, пожалуй, главная тема этого лета, ну если не считать, чемпионат мира по футболу. Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроекта по этапному повышению пенсионного возраста с 2019 года для мужчин до 65 и женщин до 63 лет. Ожидается, что изменения позволят проиндексировать страховые пенсии неработающих пенсионеров минимум на 7%, что более чем в два раза превышает уровень прогнозируемой фактической инфляции на конец текущего года. Что думают о новшествах в пенсионной системе политические, общественные деятели и сами работающие пенсионеры, узнавала Амина Бокова. 63 года для женщин, 65 для мужчин. Изменения в пенсионном законодательстве нисходят с первых полос всех новостных агентств России. Уже в сентябре состоится второе чтение законопроекта. О том, что оно будет окончательно принято, говорят большинство политологов и экспертов. По их мнению, повышение пенсионного возраста в нашей стране – процесс неизбежный. Ведь нынешняя отметка – 55 лет для женщин, 60 для мужчин – не менялась больше полувека. Важно понимать, тогда в Советском Союзе на одного пенсионера приходилось 4 работающих гражданина. А сейчас у нас осталось 1,7, 1,8 работающих на одного пенсионера. Это мало. Пенсии будут низкие действительно со временем, если так оставить как есть. С 2019 года мы ожидаем серьезный прирост. К 2024 году 3,5 миллиона пенсионеров прирост. При этом примерно такое же сокращение численности работающего населения. Поэтому, если никаких изменений в этой сфере не будет, то к 2024 году тех ресурсов, которые перечисляются, как страховые взносы на выплату пенсии в пенсионный фонд, их не хватит даже для того, чтобы поддерживать нынешний уровень пенсии. Больше работающих россиян – больше поступлений в пенсионный фонд. Соответственно, более высокая пенсия. Основная суть – нововведение. Хотя и изменениями это назвать сложно. Сегодня трудно найти коллектив, где нет работников под 60 и старше. По статистике, продолжают трудиться 40% мужчин и 55% женщин в возрасте от 55 до 60 лет. Это по стране в целом. В Ингушетии с более чем 100 тысяч пенсионеров, почти 20 тысяч человек продолжают трудовую деятельность. Башир Богатырев едва нашел время на интервью. Очередь к одному из самых опытных хирургов страны, заслуженному врачу России, выстраивается еще за сутки до приема. Очевидно, что пациенты больше доверяют врачам со стажем. Башир Богатырев уже более 40 лет спасает человеческие жизни. Несмотря на солидный возраст, он еще полон сил и готов дальше помогать людям. Причем не только пациентам, но и начинающим врачам. Зависит от его здоровья. Если врач может работать, значит у него огромный опыт. Этот опыт он будет передавать подрастающему поколению нашему. И вообще любой врач скажет, что он что-то новое для себя получает. Нельзя сказать, я уже все знаю. Невозможно это. Что-то новое для врача с таким большим опытом, все равно бывает что-то новое. Самое усовершенствование в Боткинской больнице была доктор, которая закончила в 51-м году мединститут. Это год моего рождения. И приехал на усовершенствование в Боткинскую больнице по хирургии. На бутнохирургом. Это был 2010 год. Как говорят сами медики, за профессионализмом каждого врача всегда стоит опытный наставник. Возраст 60 и даже за 70. Здесь далеко не предел. Также, по мнению специалистов, люди в наше время медленнее стареют. Причем продлевается именно активный период. Сейчас средняя продолжительность жизни в России на отметке 70 лет. К 2030 году ожидается, что она превысит 80 лет. Возрастной порог для госпенсии растет во всем мире. И в России эта отметка значительно ниже, чем в ряде других развитых странах с высокой экономикой. Так, в Японии на заслуженный отдых можно уйти в 70 лет. И это при средней продолжительности жизни 80 лет. В США на пенсию можно уйти в 65. В Германии в 67. Это касается как мужчин, так и женщин. Но вот как обеспечить достойную старость россиянам? Пожалуй, главная тема обсуждений. Не только в Госдуме, но и в региональных органах власти. Свои предложения вносят и общественники. Надо было вообще ввести прогрессивные налоги, я думаю. Чтобы много получающие, много зарабатывающие люди платили больше налог. Тогда бы и отчисление в пенсионный фонд было бы побольше. Уже прозвучало здесь предложение от депутатов. Создать рабочую группу и по тем предложениям и замечаниям, поправкам, которые будут, их обсудить и направить в Государственную Думу между первым и вторым чтением. О безбедной старости для всех россиян говорить пока еще рано. Но уже с 2019 года Кабмин обещает прибавку к пенсии на 1000 рублей в месяц. И если сейчас средняя пенсия по стране 14 тысяч, то через два года она вырастет до 16. А в 2024 году до 20 тысяч. Ожидается, что принятие законопроекта позволит уже в 2019 году проиндексировать страховые пенсии неработающих пенсионеров минимум на 7%, что более чем в два раза превышает уровень инфляции на конец 2018 года. Прибавка к пенсии будет зависеть от размера пенсии конкретного гражданина. Предлагаемый график выхода на заслуженный отдых в зависимости от года рождения опубликован на сайте ПФР. Здесь же на сайте подробно описано, кого из леготников перемены не коснутся, в том числе и тех, кто трудится на опасных предприятиях. Уже через два месяца думские фракции представят свои предложения по пенсионному законодательству. И тогда станет известно, увеличится ли возраст выхода на пенсию или нет. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24.